Привет, мои дорогие подписчики и вновь прибывшие на мой канал! Сегодня у нас на обзоре The Final Frontier, 15-й студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, вышедшей 16 августа 2010 года. В поиске эффектного названия хитрец Диккенсен пошел на уловку, назвав альбом «Последний рубеж». Провокационность и двусмысленность такого названия только добавило маслом в огонь и терпение поклонников. Он получил положительные отзывы критиков и занял первое место в 28 странах. Альбом занимает второе место по продолжительности в истории группы, уступая лишь альбому The Boots of Souls. Несмотря на длительность, он не только не надоедает, но и требует все новых и новых прослушиваний. Давайте посмотрим поближе. Над обложкой альбома, как и над некоторыми предыдущими, работал Melvin Grant. Уже известный талисман группы Eddie предстает перед фанатами в достаточно необычном виде, превратившись в самого натурального пришельца, нисколько не потеряв при этом своей идентичности. На обратной стороне мы наблюдаем планету и треклист к альбому. Разворот представляет собой набор стилистических изображений к альбому. Внутри нас встречает конверт для пластинки с символом группы и текстами композиции с альбома. На яблоках изображена обложка альбома и голова Eddie. На втором конверте красуется красочная голова Eddie. И опять композиции с альбома. На яблоках представлены стилистические изображения группы и символ группы. Альбом Патриархов Heavy Metal это набор сюрпризов, неожиданностей и подарков для каждого поклонника группы. И с каждым прослушиванием он становится все лучше и лучше. А на этом все. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Ставьте пальцы вверх и жмите колокольчик. Ссылки вы найдете в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok